Собственники экофермы близ села Зудилово в Пиромайском районе бьют во все колокола. Председатель садоводства перекрыл якобы единственную дорогу к их хозяйству. Но у садоводов своя правда. Вот в этот участок, мост, подъезды к нему, мы вложили собственных денег, порядка двух миллионов. Из собственного кармана достали, нам никто не помогал. Экофермеры за несколько месяцев разбили дорогу садоводов тяжелыми грузами. На ремонт, по данным экспертизы, понадобится около 200 тысяч рублей. Садоводы перекрыли свою дорогу шлагбаумом. После чего полетели всевозможные жалобы с проверками. У нас спор не из-за дорог идет абсолютно. Председатель СНТ «Звездный-2» в лице Бибикова Ивана Валентиновича полностью нарушил законодательство всей РФ. Незаконное оформление участков на дороге, нарушение Конституции РФ. Впрочем, пока незаконными признаются действия самих экофермеров. По территории соседнего садоводства, без ведома самих садоводов, фермеры кинули высоковольтный подземный кабель к своему хозяйству. А после попытались узаконить серветут. Не вышло. Прошел суд первой инстанции. Мы этот суд выиграли. Серветут признан недействительным. А как же быть голодным козом? Ведь бизнес нужно поддерживать. Дорог других нет, альтернативных. Это является единственным проездом. Мы сейчас, на данный момент, чтобы сохранить поголовье, на снегоходах проверили лесную тропу, так скажем, очистили. И всеми усилиями пытаемся завести корма, чтобы просто поголовье сохранить. Та самая лесная тропа, пробитая снегоходами. На этой карте обозначена пунктиром. Мы решили проверить, насколько она пригодна на нашем легковом редакционном автомобиле. Оказалось, что речь идет о полноценной лесной дороге. Три километра от села Зудилово по заснеженной лесной дороге не через садоводство. И мы возле ворот той самой фермы, из-за которой весь сырбор. Как видите, там висит замок, поэтому внутрь мы попасть не смогли. Но мы поняли, что сюда можно добраться не через садоводство. Как разрешится спор садоводов и экофермеров, пока неизвестно. Идут суды, а параллельно задействуются силы общественников, которые уже заявили о намерении вынести конфликт районного уровня на уровень федеральный. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Сергей Балуев. Новости.